Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Друзья, недавно мне один мой зритель задал интересный вопрос и, собственно, с этого вопроса все и началось. Я задумался, блин, а почему 99% всех моих безналичных финансовых операций, что в реале, что в онлайне, я провожу через Тинькофф Блэк? В чем, в общем-то, преимущество этой карты над всеми остальными, а у меня карточек достаточно много. Ну и решил я более подробно об этом вот сегодня высказаться, скажем так, ответить более обстоятельно. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, погнали! Вот, друзья, этот вопрос. Я рассказывал про подписку Тинькофф Про и зритель Даниэль у меня спрашивает, Олег, а OpenCard ты пользуешься? Это OpenCard, друзья, кто не в курсе, это карта от брокера, ну, от банка, да, от банка, точнее, открытия, поскольку у меня приличная часть сбережений лежит в брокере открытия, часть денег у меня в Тинькофф, еще у меня есть брокер ВТБ. Ну и вот у меня спросили, а есть ли у тебя карта OpenBroker? Вот так она примерно выглядит, и, друзья, я ответил, что нет, этой карты от открытия у меня нет. Меня, собственно, Даниэль спрашивает, говорит, а как ты тогда работаешь с брокерским счетом, как ты выводишь, пополняешь? Через Тинькофф, друзья, все просто, все делается через Тинькофф. Ну и, собственно, смотрите, у меня вообще банковских карт много. У меня, как у любого порядочного россиянина, есть карта Сбера. Разумеется, она у меня присутствует, у меня есть обычная дебетовка, причем эта дебетовка, она бесплатная. О ней, на самом деле, мало кто знает, может быть, знает. Если не знаете, так узнайте, что есть дебетовая карта Momentum, так называемая, она не именная. И главное ее преимущество, поскольку Сбербанк достаточно жадноватный, ребята, они за все умудряются брать деньги. Ну, то есть сейчас такая тенденция, что дебетовые карты банки раздают обычно бесплатно. Ну, блин, они их даже не то, что раздают, они их навязывают, они там подключают к ним какие-то кэшбэки, какие-то дополнительные условия. А Сбербанк по-прежнему живет в каком-то еще таком совке, ну, мысленно, частично. И поэтому они считают, что даже на дебетовках и то надо зарабатывать. Друзья, ну это же уже прошлый век, блин. Сейчас уже такое количество конкурентных крутых продуктов на рынке. И от Альфы, и от ВТБ, и от Тинькофф, блин. Да от огромного количества банков, от Райфа даже я рекламу вижу. Нет, Сбербанк и то по-прежнему предлагает навязывать свои дебетовые карты с обслуживанием там по 750 рублей в месяц. И что самое поразительное, ведь большое количество людей реально их открывают и реально за это платят, блин. Ну, в основном это, естественно, пенсионеры, это бюджетники, люди, кто в этом не сильно шарит. Так вот, карта Сбер у меня есть, она у меня бесплатная. Для чего она мне нужна? Ну, есть моменты, когда, ну, иногда кто-то переводит, да, например, делает только через Сбер. Ну, есть такие люди старообрядцы, кто не пользуется какими-то более современными и выгодными продуктами. Ну, и Сбербанк необходим вот мне лично только для этого. Просто по магазинам я с Сбербанком, с картой Сбербанка не хожу. То есть она у меня лежит в кошельке и, в общем-то, лежит. Есть у меня еще кредитка от Сбербанка, есть у меня карта русского стандарта дебетовка, которой я тоже не пользовался, просто открывал, там было время, другие продукты, они ее давали в подарок, тоже бесплатная. Это вообще моя философия, я за дебетовые карты ни копейки платить не готов. Все, это как бы точка и тут я не вижу как бы никаких альтернатив. Вот, есть у меня еще карта от Совкомбанка, вот недавно появилась мультикарта от ВТБ, которую особо пока не тестил и про нее сказать ничего, в принципе, пока не могу. Ну, и мне, когда Даниэль этот вопрос задал, я так задумался, блин, а ведь у меня целая куча карт лежит в кошельке, но большая часть из них в таком, в запасном кошельке, который со мной вместе на улицу не выходит. Там просто всякие, ну, не знаю, там, скидочные какие-то кари, там, ситилинки, там, Эльдорадо и прочая ерунда. Ну, и вот там лежат вот это вот кладбище карт, которыми я не пользуюсь. Так вот, друзья, я вот так вот все это подумал, взвесил, думаю, блин, а ведь я реально ничем не пользуюсь, кроме карты Тинькоффа. Почему так происходит? Да потому что она действительно хороша. Друзья, вот как бы это парадоксально, может быть, не звучало, она универсальна и она подходит на все случаи жизни. Это уникальный продукт, в котором соединяются все достоинства, которые сегодня должна, на мой взгляд, в себе содержать дебетовая карта. Да, вы скажете, может быть, кто-то из вас, что, ну, есть там какие-то предложения, там, частично, может быть, по акциям. Ну, допустим, ВТБ может дать новым клиентам какой-то там повышенный кэшбэк. То же самое, там, повышенный какой-то процентный остаток может предложить какой-то банк при первичном открытии продукта. Но если мы говорим про не такое вот акционное обслуживание, а просто, ну, не отпрыгание по каким-то спецпредложениям, хотя я тоже это очень люблю, если вдруг какое-то спецпредложение на рынке появляется, я его мониторю. Ну, и иногда под такие спецпредложения я могу и банковский продукт открыть, могу и карту открыть, могу даже и брокерский счет открыть. Вот вы знаете, что счет ВТБ я открывал под подарочные акции. Ну, у меня как бы эта мысль и так в голове витала, но здесь ВТБ объявил, что всем новичкам подарят ценные бумаги. Ну, я решил, ну, почему бы и нет. И, в общем-то, как вы знаете, я эти ценные бумаги в итоге, пусть и с некоторыми боями, но получил. Так вот, что касается Тинькофф Блэк, эта карта у меня уже два года, и за эти два года я не встретил аналога, на который я бы хотел эту карту поменять. То есть она меня полностью удовлетворяет. Почему, друзья? Чем хороша карта Тинькофф Блэк? Я могу вам откровенно достаточно рассказать, если вы находитесь в поисках дебетовой карты. Ну, мне кажется, что Тинькофф это очень хороший выбор. Если, кстати, этот продукт вас заинтересует, в первом закрепленном комментарии в описании найдете ссылочку на эту карту. Открывайте, получайте. Ну и начинаем с главного такого первого преимущества, с которым сталкивается каждый, кто открывает эту карту первично. Это потрясающее дистанционное открытие продукта. Тинькофф это вообще уникальная система, когда Олег Тинькофф привозил эту модель, которую он посмотрел на Западе. Американские банки, так многие работают. Это обслуживание без физических офисов. То есть все делается дистанционно. Любые продукты вам привозят на дом. Ну, как пиццу практически. То есть вы оставляете заявку, вам привезут и карту, и, там, не знаю, и страховку, и банковский вклад вы откроете через интернет, и кредитку. Все что угодно, никуда ходить не придется. Причем это все достаточно безопасно. Тинькофф это не банк-пустышка. Друзья, надо понимать, Тинькофф сейчас достаточно высоко находится в рейтинге российских банков. Он находится в топ-20. По некоторым показателям он находится в топ-10 уже. И Тинькофф это место, куда деньги можно нести с достаточной долей надежности. То есть едва ли с Тинькофф что-то неприятное произойдет, если не начнет рушиться вся абсолютно финансовая и экономическая система нашей страны. Будем надеяться, мы до этого не доживем. Так вот, если вы перейдете по моей ссылочке, то там будет достаточно незатейливая форма, фамилия, имя, отчество, телефон. Все, оставляете заявку, и с вами по этим контактам свяжется уже непосредственно курьер, который вам привезет эту карту домой. Обычно это происходит либо в этот же день, либо на следующий день. Причем, насколько я знаю, даже в небольших городах все это работает. Вот я, например, когда получал карту, мультикарту от ВТБ, там ни хрена все это нормально не работает. Там вот у меня город на 300 тысяч примерно, и там мне написали, что в вашем регионе эта услуга не работает. То есть по рекламе они говорят, что привезем куда угодно, а оказывается по факту нет, привезут только в какие-то большие мегаполисы. Тинькофф, мне и Тинькофф привозил курьер, и кредитка у меня есть, Тинькофф тоже ее привозил курьер. С этим вообще проблем нет. То есть оставляете заявку, вам позвонят, удобное время определят. Единственное, друзья, не ошибитесь, правильно заполните фамилию, имя, правильно телефон. Ну, понимаем, да, что это все-таки банковский продукт, серьезная вещь. У вас будет проверяться паспорт, когда вы будете подписывать документы на карту. Здесь будьте внимательны, ну, как бы баловаться здесь смысла нет. То есть если вы серьезно хотите это все открыть, то относитесь к официальной информации достаточно серьезно. Дальше, друзья, второй момент. Это карта мультивалютная, то есть к ней вы можете открыть мультищита. Они тоже будут для вас бесплатные в рамках, ну, то есть в рамках вашего тарифа. У меня, например, тариф по карте 6.2, поэтому тарифу обслуживания по карте стоит 0 рублей. Все, как бы, она для меня совершенно бесплатна. Тариф тут может перейти любой желающий, написав в службу технической поддержки. Что предполагает мультивалютность? Видите, у меня открыты три дополнительных счета. Доллары, евро и фунты. Кстати, долларовым счетом я иногда даже пользуюсь. Причем пользоваться им можно как в онлайне, так можно и через банкомат. То есть я вносил именно валюту на карту Тинькофф. Делается это просто, мы нажимаем на карту и вот так вот ее смещаем. Видите, друзья, вот если я сейчас палец отпущу, то у меня моментально под картой будет сразу привязан уже долларовый счет, а не рублевый. Аналогично я могу сдвинуть на евро, оставить этот ползунок на евро, и тогда уже счет мой будет, соответственно, в евро. Ну вот видите, только что я поменял и привязал счет к фунтам. Ну и аналогично мы можем обратно вернуть, и счет у нас станет сразу же рублевым. Так, так, сейчас у нас доллары. Вот, вернул обратно. Ну короче, это реально очень прикольно. То есть в Тинькоффский банкомат я вставлял и доллары, и евро, просто вот так вот пальцем меняя счет этой карты. И реально у меня на счет приходили эти суммы. То есть вот я заносил и евро, и доллары, и рубли, в общем-то, без проблем. И точно так же можно снимать. То есть вы можете элементарно конвертировать валюту. Вы просто вносите, например, на счет рубли, тут же меняете их на доллары, и тут же снимаете с банкомата уже доллары. То есть, друзья, ну, условные там 10-20 лет назад в это и поверить было сложно. И помните, надо было идти в обменник, что-то там где-то стоять, ждать. Сейчас это все делается элементарно. И еще большое преимущество с этой картой, можно удобно путешествовать. Поехали в какую-нибудь Турцию, нужна вам там валюта, вы просто в приложении в онлайн переконвертировали, либо озадачились этим вопросом дома, заранее, закинули деньги на долларовый счет, все, и спокойно снимаете с карты уже доллары через какие-то местные банкоматы. Ну, и аналогично картой можно расплачиваться в нужной валюте. Ну, живя в России, естественно, это удобнее и разумнее делать в рублях, но если вам понадобится рассчитаться с долларового счета долларами, то также переключаете счет, все, она у вас становится уже валютная. Еще по этой карте будет процент на остаток, зависеть будет от вашего тарифа, и можно привязать накопительный счет, по нему, ну, у меня вот сейчас Тинькофф Про подключено, здесь процентная ставка 5%, без Тинькофф Про будет 4%, тоже, друзья, нехило, такой лайт-вариант банковского вклада, и еще одно преимущество, что деньги можно отсюда свободно снимать, главное, оставить неснижаемый остаток, 1 тысяча рублей, если я правильно все помню, то есть деньгами можно легко распоряжаться, это не то, что банковский депозит, где положил и трогать нельзя. Ну, и, друзья, огромное преимущество, ну, большинство современных дебетовых карт, это, конечно же, кэшбэки. Кэшбэк – это когда банк вам вернет часть денег, которые вы потратили на покупку, можно устанавливать три категории с постоянным кэшбэком на месяц, у меня вот, например, в августе 5% на аптеке, развлечения и ЖД-билеты, и гигантское количество различных кэшбэков по спецпредложениям, ну, сюда можно просто погрузиться и, не знаю, просто целый час тут сидеть, листать, выбирать, ну, вот, видите, только еда и продукты, гигантское количество категорий, активируйте и пользуйтесь, собственно, точечно теми продуктами, теми магазинами, теми товарами, которые вас интересуют. Ну, и еще одно отмечу очень важное преимущество Тинькофф – это просто суперкрутая, постоянная онлайн 24 часа в сутки, 7 дней в неделю поддержка. Этого я не встречал нигде, такого качества. Брокеры открытия, например, и банк открытия работают в рабочие часы. В ТБ тоже я часто не мог получить внятного ответа на свои вопросы, ну, про Сбербанк тут и говорить нечего. Вот, в Тинькофф это все налажено настолько, настолько суперкруто, что, ну, в этом плане, на мой взгляд, это структура, это просто лидер у нас в России. Ну, вот как-то так, друзья. Думаю, ответил на вопрос, почему мне хватает одной лишь карты Тинькофф, а еще это переводы без комиссии на другие карты, это система быстрых платежей. Короче, выходя на улицу, я стараюсь не забыть только две вещи, взять с собой карту Тинькофф Блэк и взять с собой мобильный телефон. Все, если у меня эти вещи под рукой, то я нигде не пропаду. Вот, честно, друзья, пока я даже и не помышляю о том, чтобы искать какие-то другие варианты. Тинькофф меня полностью устраивает. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, карту можете открыть по ссылке в первом комментарии, в описании. Если понравилось, милости прошу. Всего самого лучшего, пока-пока.